Мы продолжаем выпуск программы «Разворот». Дорогие радиослушатели, я с удовольствием представляю наших гостей. Сегодня в студии «Эхо Москвы» в Сызрани директор Дома культуры «Горизонт» Лариса Павловна Великоцкая. Здравствуйте, Лариса Павловна. Добрый день, здравствуйте. И Роман Матвеев, методист Дома культуры «Горизонт». Добрый день, Роман. Добрый день. Мы пригласили работников культуры в студию, чтобы они научили нас, задерганных бытом и работой, как в Сызрани можно отдохнуть. Весело, с семьей или в одиночестве, в любом возрасте, как? Слушайте внимательно. Оказывается, зря многие из нас ворчат, что в городе некуда пойти. Что говорится, места надо знать. Скажу я вам, дорогие радиослушатели, что с гостями мы не виделись очень давно. Забыли они нас, позабросили, и буквально месяца три уже не появлялись у нас в редакции. А вопросов, вопросов накопилось с гостям очень много. И первый вопрос к вам, Лариса Павловна, и к вам, Роман. Ну, планы ваши, планы на ближайшее будущее. С чем вы выходили к Сызранцам? Какие интересные события после периода летних отпусков произошли в вашей жизни? Рассказывайте. Да, летние каникулы для нас прошли небезрезультатно. Появились новые идеи. Это открытие клуба «Жизнь замечательных людей». Это клуб общения. В принципе, мы возраст не ограничиваем, возраст участников. Каждый, кому интересны будут темы, которые будут обсуждаться в этом клубе, может прийти и посетить эти мероприятия. В клубе «Жизнь замечательных людей» мы будем представлять участникам клуба интересных, замечательных людей именно с Сызрани. Планируем приглашать не только работников культуры, искусства. Безусловно, мы не можем обойти их вниманием, потому что это люди интересные, действительно замечательные. Нам бы хотелось, и мы планируем пригласить в этот клуб еще и бизнесменов. Роман, помогайте. Кого мы еще запланировали пригласить? Журналистов, экологов. В общем, просто интересных людей, которых, слава богу, немало в нашей Сызрани. Я думаю, будет очень интересно, познавательно в этом клубе. Информацию о нашем клубе вы можете найти в наших группах в Одноклассники, ВКонтакте. Ну и в нашей передаче мы тоже расскажем о нем по максимуму подробно. А кто первый гость будет? Первого гостя мы приглашаем Сергея Кирюхина, достаточно известный бард в нашем городе. Я приду на ваше открытие. Замечательно. В ноябре мы уже планируем открыться. А как вы себе представляете вот именно категорию замечательные люди? На ваш взгляд, какого плана люди будут интересны членам клуба? Ну, в первую очередь, это должны быть люди, которым хочется поделиться тем, как он живет, что он чувствует. Человек, которому хотелось бы увидеть в других глазах отклик, какой-то интерес. Тот, кому есть о чем рассказать. То есть человек, который уверен в том, что он переживает, интересно и тем, кто его будет слушать. Это должны быть люди, как я так вижу и представляю себе, это должны быть люди с какой-то, может быть, необычной судьбой, может быть, с необычной позицией жизненной. В любом случае, это люди должны быть активные. Это должны быть люди, которым не безразлична судьба города, с активной гражданской позицией. Ну, это может быть любой, как творческий, так и предприниматель, как мы уже говорили. Замечательный он должен быть тем, что он интересен другим, его жизнь интересна другим, и он не стесняется ей поделиться своим накопленным опытом с другими. Я чувствую, все сызранские блогеры будут в числе первых гостей вашего клуба. Потому что это действительно люди с активной гражданской позицией, которым есть что рассказать, и чья позиция на самом деле найдет очень горячий отклик у собравшихся членов службы. Ну что ж, мы блогеры, уважаемые блогеры, если вы нас слышите, мы приглашаем вас, будете нашими личными приглашенными, личными гостями Дома культуры «Горизонт». У меня просто уже мысленно разворачивается, знаете, такой свиток, метров 30, наверное, длиной, в котором мелким шрифтом написаны фамилии всех интересных жителей нашего города, которых бы стоило бы пригласить на встречу в ваш клуб, чувствуя, что клуб ваш будет жить. Ну вот мы и рассчитываем на это, мы надеемся на то, что действительно у нас так много интересных, замечательных людей, которым есть что рассказать, которым хочется рассказать об этом. Поэтому я думаю, что действительно клуб «Жизнь замечательных людей» у нас проживет долго и плодотворно. Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях директор Дома культуры «Горизонт» Лариса Великотская и Роман Матвеев, методист того же Дома культуры. Общаемся мы сегодня в записи, поэтому звонить именно сегодня к нам в редакцию не стоит, просто расслабьтесь, слушайте, получайте удовольствие и наматывайте на ус всю ту информацию о возможности интересного, познавательного отдыха, который вам дает Дома культуры «Горизонт». Расскажите, а что ждет детей? Детей. Детям мы приготовили сюрприз, как нам кажется, то, что детям наиболее интересно. Игра плюс приключения. Мы приготовили для них работу клуба, квест клуба. То есть квест, как мы все знаем в переводе с английского, означает «поиск». И у нас единственное, что квестом мы решили добавить все-таки театрализацию. То есть все эти квесты будут проводить театрализованные персонажи, игротехники у нас тоже будут театрализованными персонажами. В последнее время такая форма проведения досуга очень популярна. Расскажу немного чем. То есть это приключения в первую очередь, и приключения проходят на разных площадках. Например, традиционный сюжет. Дети ищут спрятанные сокровища. Бегают по Дому культуры в пиратских шляпах, с повязками на глазу. И, решая задачи, получают кусочки карты острова сокровищ. То есть они оббегают все два этажа Дома культуры, горизонт, проникнут во все кладовочки, за хулисы, везде, везде, везде. Везде. Но это не только можно проводить в помещении, это можно точно так же проводить и на улице. То есть площадки располагаются, не только могут располагаться, допустим, вблизи дома. Стенали дома культуры, мы не ограничиваем здесь. Да, да, да. Это будет интересно, разнообразно и каждый раз по-разному. Жаль, что я давным-давно вышла из детского возраста. Я бы с удовольствием ваш клад поискала и поучаствовала в следующих встречах квест-клуба. Расскажите, когда первая встреча состоится? На осенних каникулах, когда в школах пройдут каникулы, более подробную информацию вы сможете найти в наших группах или позвонив по телефону в Дом культуры, горизонт, 35-18-15. То есть, в принципе, опять же, в ближайшее время. Да, это уже все, это близко, это скоро. Насколько сложно организовать вот подобные детские мероприятия? Ведь это все только в готовом виде смотрится так легко, забавно, весело. Детишек собрали, детишкам дали задание, все динамично, все здорово, все организовано. А какая работа огромная за этим? Подготовкой вот этой первой программы в квест-клубе и вообще разработкой положения квест-клуба мы занимаемся уже два месяца. Два месяца? Да, потому что мы начали с того, что мы постарались понять, то есть, кого мы ждем в своем квест-клубе. И решили, что начнем мы все-таки с детей. Это самые активные, самые такие творческие. Поэтому мы начали разрабатывать именно детский квест. Плюс идет, то есть, немало времени и сил занимает подготовка игротехников, потому что игротехники это будут не только наши сотрудники, сотрудники Дома культуры «Горизонт». Нам не хватит просто нашего персонала. Мы привлекаем детей, которые занимаются у нас, детей, которые повзрослее, занимаются у нас в творческих коллективах. То есть, они тоже будут помогать в проведении вот этого квеста. Как интересно. Вы говорите, что только детским участием вы не ограничитесь, что в дальнейшем в квест-клубе будут принимать участие и более взрослые люди. То есть, 45-летние редакторы «Эхо Москвы» в Сызрине тоже имеют право поучаствовать? Конечно. Ведь мы можем пригласить именно команду «Эхо Москвы» пройти как раз к квест-клубу. Я представляю себе это зрелище. Нет, ну мы для вас подберём. Соревнования более серьёзные. Для взрослых обычно, когда организовывают квесты, то есть, там предполагают и интеллектуальные задания, и творческие, силовые, и на ориентировку в пространстве. То есть, в темноте есть конкурсы, которые проводятся. В общем, там не ограничено ничем. Ну, вообще, мы бы хотели в своём квест-клубе ещё увидеть, может быть, чуть позже, но мы всё это планируем, увидеть молодёжь, подростков, молодёжь. Мы всё-таки рассчитываем на то, что на такую интересную идею откликнутся студенты наших учебных заведений в городе. А какую идею вы хотите подбросить студентам? Что они будут искать? Детей-то можно увлечь пиратским кладом. Кладом. Да. Ну, они могут, например, там, не знаю, эликсир бодрости здоровья искать. Ну, или какая-то детективная история, найти определённого человека. Да, кстати, детективная история, детектив-шоу, да, это один из видов квест-приключений, да. Я слышала, на базе Дома культуры работает клуб «Нафталин». Вроде бы как шестой сезон уже начинается для него. Расскажите, пожалуйста. Да, «Нафталин» – это наш любимец. Это клуб, который у нас уже открыл в этом году шестой сезон, мы открыли в клубе. 4 октября, в канун Дня Учителя, у нас состоялось открытие клуба «Нафталин», открытие очередного сезона. Программа называлась «Учение свет». Учились мы там веселиться, общаться, дружить, играть, ну, и, конечно, танцевать и петь. Пела у нас Юлия Матвеева, Екатерина Корсянова, и был танцевальный коллектив «Даймондс». Вообще такое название довольно специфическое. Я как-то себе, услышав это название клуб «Нафталин», представляла древних старцев, таких наших живчиков лет под 80, которые, в общем-то, до Берлина пешком дошли, поэтому им дойти до горизонта в 80 лет не составляет труда. Я представляла себе вот такую аудиторию посетителей. Такая аудитория приходит у нас на клуб «Завалинка». Там от 50, да, это клуб общения для, ну, скажем так, более взрослого населения. Мудрых людей. Для мудрых людей, да. Это у нас клуб «Завалинка». То есть нам менее мудрым в «Нафталин». Нам менее мудрым, мудрым, да, в «Нафталин». Хотя, в принципе, наверное, у нас там немало и молодёжи. В принципе, что такое «Нафталин»? Это клуб любителей музыки 80-х и 90-х. По поводу названия мы не раз уже выслушивали и критику, и различные мнения, какие-то дружеские, может быть, менее дружеские, разные мнения. И нас сколько раз говорили «изменить название». Но нам нравится, что вот такое название «Нафталин» никого не оставляет равнодушным. Всем хочется узнать, что же это такое. Кто-то смеётся, кто-то делает большие глаза. Молодёжь, многие даже не знают, что такое «Нафталин». Сейчас вы рассказываете о мероприятиях, которые пройдут в начале ноября, не ранее. А Хэллоуин 31 октября, что-нибудь вы планируете на этот день? Да, конечно, мы планируем большой концерт. Именно на Хэллоуин мы организуем фестиваль молодёжных культур, который называется «Симбиоз». Куда мы приглашаем различные творческие коллективы, молодёжные субкультуры. Такие есть уже приглашённые гости, как танцевальные коллективы, различные рэперы, вокалистов. «Симбиоз», «Симбиоз». Что-то знакомое название. По-моему, что-то подобное на базе «Дом культуры Горизонта» уже было, да? Да, несколько лет назад у нас уже проходили такие фестивали. И самая главная идея вот этого фестиваля «Симбиоз», чтобы различные направления молодёжных субкультур умели друг друга слышать, понимать и уживаться всем вместе. Это конкретно мероприятие, которое рассчитано на молодёжную аудиторию. Нам бы хотелось, чтобы пришли подростки и молодёжь. Насколько известно, под крышей горизонта собираются сызранские рэперы. Один раз в месяц, как минимум, они встречаются, чтобы показать друг другу всё, что за месяц насочиняли. Лариса Павловна, мы с вами примерно одинакового поколения, я так подозреваю. Да-да-да. Мне несколько сложно воспринимать рэп. А каково ваше восприятие? Я понимаю, молодёжь, да, они там по-своему тащатся, им здорово, им хорошо. Чем-то это напоминает заседание нашего лит-объединения при газете «Волжские вести». Только другое поколение и несколько другое направление творческое. А, в общем-то, подход-то один и тот же. Всё, что написали за месяц, вынесли на суд со товарищей. Слушайте и рассуждайте. А вот как вам на подобных рэп-выступлениях? Ну, первым открытием для меня было, что рэперы разные. И рэп, оказывается, очень разный. И есть такой, который, знаете, даже во мне какой-то отклик находит. То есть есть какие-то композиции, которые мне нравятся. И рэперы, они тоже, исполнители рэпа, они тоже очень разные. Немало среди них, вот, подростков, ну, действительно, с интересной жизненной позицией, с какой-то активной, действительно, я не побоюсь её назвать эту позицию гражданской. Вот, и приятно видеть, когда подростки, молодёжь так болеют за город, так болеют, вы знаете, даже за страну, как болеют за своих друзей. В общем, для меня это было приятное, очень приятное открытие. Словом, родителям, которые пытаются лучше понять своих подросших детей, в общем, стоит сходить хотя бы один раз на заседание рэп-клуба. Когда будет ближайшая встреча? – 25 октября, вот, время, ну, вечернее, наверное, 18. – В Сызране работает семь домов культуры. Вы что-то хорошее, лучшее берёте у соседей, или они у вас потаскивают идеи? – Да вы знаете, у нас, у нас, как бы, ну, нет такого, что потаскиваем. Мы живём все очень мирно и дружно. Мы искренне радуемся тем успехам, которые есть у коллег. И если кому-то нравятся наши идеи, кто-то их возьмёт для себя, мы будем и рады, и, в общем-то, может быть, даже горды. Также относятся и коллеги к нам, когда мы что-то видим у них интересное, мы это берём себе на заметку или прямо в реализацию. – В Сызране регулярно проходят конкурсы профессионального мастерства культработников. Мероприятие однозначно интересное. Вот самые яркие выступления, вспомните сейчас, такие вот, знаете, суперзажигательные идеи, которые вы увидели, сидя в зале, и сказали, моё, всё, вот это я на своей площадке реализую немедленно, срочно, буквально через пять минут, ещё вчера. – В «Авангарде». – Да, Зинова, Маша Зинова. – Да, 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 да. У неё всегда очень интересные концерты, она очень творческий. – Она ещё и необычная. Она может практически сама сделать сольный концерт. Очень интересно на неё всегда смотреть, познавательно. – Я надеюсь, что сейчас руководство Дома культуры «Авангард»… «Авангард», да? – Да, да, да. – Я надеюсь, что сейчас руководство Дома культуры «Авангард» нас слышит и буквально бежит в бухгалтерию поставить галочку поднять зарплату своей сотрудницы, поднять, пока не переманили на «Авангару». А с кем бы вам хотелось поработать вместе? С кем вы уже сотрудничаете? И с кем сотрудничество только в мечтах и планах? – Спектр наших партнёров, тех, с кем мы сотрудничаем, всё-таки он не маленький. Но, знаете, как говорят, предела совершенства нет. То есть нам бы хотелось сотрудничать всё с большими и большими организациями. В первую очередь, конечно, нам бы хотелось иметь более широкий контакт со средствами массовой информации. Ведь у нас сколько проходит всего интересного. Это не всё платные мероприятия, у нас очень много бесплатных мероприятий, интересных, бесплатных мероприятий, но о них просто не знают или знают мало. Поэтому здесь средства массовой информации могли бы нам очень помочь. Во вторую очередь, конечно, нам бы хотелось общаться, сотрудничать с бизнесом. Потому что, как ни странно, бизнесменам мы тоже можем быть очень полезны. Вот у нас сейчас в разработке, например, находится такая новая форма, как раз мы её рассчитываем для офисных работников, называется «Праздник инъекции». Вот она сейчас в разработке. Это специально для, как их зовут, офисных крыс, извините, для офисных работников. И начальник, который хотел бы немножечко встрепенуть своих работников, немножечко как-то, я не знаю, разбудить их интеллект, может быть, какие-то креатив их разбудить. Я думаю, он понимает, как важно устраивать вот такие положительные встряски для своих работников. Вот «Праздник инъекции» – это как раз для тех сотрудников, для тех начальников, которые думают о своих сотрудниках, работающих в бизнесе, в офисах. Особенно хороши такие мероприятия в момент каких-либо завалов, напряжённой работы. Да, это такой своеобразный, как говорят, лучший отдых – это смена деятельности. Вот такая смена деятельности, вот такой положительный, позитивный всплеск – это вот как раз, он очень позитивно сказывается и на работе. И сплочение коллектива. Да, вы правы, действительно, для того, чтобы сплотить коллектив, совсем не обязательно устраивать дорогостоящие корпоративы с выпивкой и закуской, и с выездом на природу. Достаточно выбраться в Дом культуры Горизонта и провести время умной с пользой. Мы можем и прийти к ним. То есть это… «Праздник инъекции» – это как раз мы приезжаем и устраиваем вот такой маленький балаган. То есть вы приходите на работу, а вас встречают какие-то невыслимые персонажи. Не надо, не открывай даже секрет. Часть. Я представила себе офис, приходят девочки-операторы утром заключать договора, а их встречает Петрушка, Дед Мороз, кто там ещё, пират. Не расскажем, не расскажем. У нас несколько сценариев праздника инъекций. Насколько я знаю, вы очень интересно и в августе провели праздник мёда. Вот расскажите, с кем вы организовали этот праздник? Кто вам помог и кто был участником? Ну, дело в том, что сотрудничество с нашими религиозными организациями, или как они называются, организациями? Да. Это как бы ещё одно из направлений, пока ещё разрабатываемых. То есть мы ещё только в начале, мы ищем, какие-то формы уже находим. Вот одна из форм долгожителей, то есть мы уже проводили или четвёртый, или пятый раз вот этот праздник мёда, проводим мы его обязательно для детей детского дома, коррекционного детского дома. И помогает нам в этом Сызранский, Свято-Вознесенский мужской монастырь и его настоятель, отец Марк. Это наше совместное мероприятие. То есть они проводят молебен, они детям привозят мёд и другие сладости, а мы для детей готовим развлекательную игровую программу. Ещё одна форма именно сотрудничества со Свято-Вознесенским мужским монастырём, со Свято-Троицким храмом, который находится у нас в Юго-Западном районе, это рождественские ёлки. Рождественские ёлки. И вот в этом году мы ещё попробовали проведение пасхального праздника. — Скажите, от чего вам пришлось отказаться в вашей работе? И какие новые объединения, новые направления вы бы хотели добавить? — Да, есть одно направление, от которого нам, увы, пришлось отказаться. Это молодёжные дискотеки, молодёжные подростковые, ну, более молодёжные. Потому что совсем перестали на дискотеке ходить дома культуры. Это стало, наверное, непрестижно. Ну и тем более, я думаю, сейчас каждый воскликнул про себя. Да там такая конкуренция через дорогу. Да, и конкуренция тоже. Потому что, конечно, в плане световых эффектов, в плане звуков, в плане возможности приглашения звёзд из других городов, мы, как бюджетное учреждение, конечно, очень ограничены. Вот, хотя мы без боя не сдавались, мы попробовали разные рецепты этих вечеринок молодёжных. Но, тем не менее, вот именно форма молодёжного досуга дискотека, вот от этого нам пришлось отказаться, как от формы для ДК устаревшей. — И нерентабельной. — И нерентабельной. — Ну, Лариса Павловна, я думаю, что без работы вы не останетесь. А о чём вы мечтаете? Какие бы новые направления вы хотели попробовать? Какие новые объединения под своей крышей создать? — Ой, ну, во-первых, нам бы хотелось всё-таки потеснее и более насыщенно работать с инвалидами. С инвалидами и по зрению, слуху. То есть мы работаем с этими организациями, с инвалидами-колясочниками. Но хотелось бы, чтобы эти люди бывали у нас чаще и больше. Может быть, не всегда у нас есть для этого условия. Но, тем не менее, для детей и, в общем-то, и для подростков нам бы хотелось проводить какие-то необычные дни рождения. То есть вот такую форму. Тоже есть задумки, пока не будем об этом говорить. Когда будет что-то более конкретное, мы обязательно расскажем вашим и нашим слушателям. С молодёжью хотелось бы работать не только с творческой. Хотелось бы, чтобы молодёжи приходило к нам как можно больше. Просто проводить какой-то отдых содержательный. Ну и чтобы не оставляли нас и наши пожилые люди. Не оставались без нашего внимания, а мы без их внимания. Кстати, это, наверное, тоже довольно-таки такая прослойка активная, ищущая. Потому что вот они закончили работать, а вот энергии-то ещё осталось. Куда же её девать? Вот слава богу, что они приходят к нам в Дом культуры и находят там и понимание, и заботу, и внимание. Ну а нам остаётся в оставшиеся несколько секунд эфира только пожелать вам удачи. Спасибо. Спасибо. Всего доброго и вам. Спасибо.